Ну вот и все. Как говорится, у всего есть свое начало и свой конец. И в какой-то степени я могу гордиться тем, что стал свидетелем твоей сливочной карьеры от самого начала до его завершения. Знаешь, Бенц, я глубоко поражен и восхищен. Я помню, кем ты приходил. Помню, как тебя из года в год все выгоняли из клуба. Помню свой выпуск, в котором я восхищался твоей игрой, но начинал со слов, что у тебя никогда не будет золотого мяча. Как же все поменялось. Ты уходишь королем, уходишь золотым мячом, вторым бомбардиром клуба и, что самое важное, уходишь легендой. Я знаю, ты хотел доиграть свой контракт до конца, но, честно, я рад, что ты решил уйти именно после этого сезона. Ведь, как говорил твой и мой кумир Зинедин Зидан, лучше уйти на 5 минут раньше, чем на 5 минут позже. Ты реально выбрал идеальное время для ухода. Ты ушел красиво, легендарно. Не было ощущения, что ты пересидел в клубе. Не было скамейки запасных и ощущения того, что тебя держат, благодаря былым заслугам. Тайминг был идеальным. Безусловно, ты уникальный футболист. И я ведь помню тебя еще совсем юного, когда ты бомбил своими голами французскую лигу. А потом ты пришел в Реал и пожертвовал для Роналду самым главным – голами. Ты не выпендривался, не говорил, что так нельзя, что тебя использовать неправильно, что готов покинуть клуб. Не было всего этого. Ты, как настоящий профессионал, терпел и молча выполнял свою работу. Наверное, потому, что для тебя самое важное было носить именно эту футболку. Хотя о чем я говорю? 14 лет проведенных в стане сливочных – тому подтверждение. Знаешь, в Реал часто приходят игроки, которые чисто для красоты говорят, что всю жизнь мечтали играть за королевский клуб. Но по факту оказывались лишь просто балаболами. Так было с Азаром, с Бейлом и в какой-то степени с Иску. Был даже Иуда Марата. Он, как и остальные, целовал эмблему клуба. Ну а дальше вы все прекрасно помните. А ты оказался из другого теста. Ты обещал маме, что когда-нибудь на твоей груди будет сиять королевская эмблема. Ты свое слово сдержал. Знаешь, Карим, ты научил меня, наверное, самому главному, что ради своей мечты нужно уметь терпеть, и тогда ты всего достигнешь. Честно, ты единственный футболист на моей памяти, кто из того, над кем все смеялись, превратился в обладателя золотого мяча. Ты доказал всем, что невозможное возможно. Знаешь, читая различные комментарии под футбольными статьями, я часто встречаю наиболее популярный. Мол, Карим продался, повелся на бабки. Такой могут писать лишь самые настоящие идиоты, которые не могут понять самого главного. Ты отдал этому клубу всего себя полностью. Ты ради этой футболки научился играть в другой футбол. Ты согласился стать тенью Роналду. А потом, когда никто не ожидал, ты стал его настоящей заменой, взяв роль лидера в свои руки. И сейчас наступил тот самый момент, когда можно хорошо заработать под конец своей карьеры. Ведь в следующем году такое предложение может и не поступить. А знаешь, в чем заключается твой большой плюс? В отличие от Месси и Роналду, ты действительно ушел красиво из Европы. Никаких скандалов, ссор, свистов в твой адрес. Только аплодисменты, слезы и гордость за то, что ты настоящий эль-мадридиста. И благодаря тебе теперь в Мадриде есть не только легендарная семерка, но и легендарная девятка. Спасибо тебе, Карим Бензима. Ну а у микрофона был Артака Марян. Всем спасибо за внимание. И если вы не подписаны на наш канал, то будем рады вашей подписке. Ну и оставляйте свое мнение в комментариях, я всегда их читаю и отвечаю вам.